Библейский портал экзегет.ру представляет поручаться за чужие долги, искусный работник служит царю. То есть простейшие такие правила жизни. Дальше начинается чуть-чуть посложнее, то есть повосходящая сложность этих изречений. Когда седешь за стол с правителем, внимательно смотри, что пред тобою. Представь себе нож, горло, если жаден ты до еды. Лакомствами его не прельщайся, обманчивая ты пища. Странная мысль. Пошел на званный пир к царю или там вельможа, представь нож горлу, то есть не наедайся слишком много. Почему? Потому что обжорство вредит здоровью, холестерин повышается. Или потому что он о тебе плохое мнение составит, скажет, ну вот это только жрать здоров. Или еще есть какие-то причины. Юноша наш, а мы представляем, как отец получает такого немножко распутанного, немножечко дурашливого, но хорошего, в принципе, парня. Пока он думает, не слишком гонись за богатством, знай, когда остановиться. Только взглянешь на богатство, а его уж нет. Приделала себе орлиные крылья, да и улетела в небо. А ведь, похоже, не увлекайся едой за столом у знатного богатого человека. И богатство точно так же улетит. То есть на этом празднике жизни не торопись все себе захапать. Это слишком мимолетные вещи. Не ешь с человеком, чей взор недобр. Прямо вот гид, как себя вести в походах по ресторанам, да. Не ешь с человеком, чей взор недобр. Лакомствами его не прельщайся. Ведь душа его на замке. Скажет тебе, ешь и пей, но сердце его не с тобою. Проглоченный кусок отрыгнешь. Добрые слова зря потратишь. А вот это уже, мне кажется, ответ. Почему не нужно торопиться, вот, объедаться на перу с вельможами? А там все не так просто, как ты думаешь. Там люди вопросы решают. И не просто развлекаются. А ты там, как дурачок, будешь у всех на глазах обжираться. И, в общем, это к тебе не поможет. Отрыгнешь этот проглоченный кусок. И добрые слова зря потратишь. То есть, вот, если ты в высшее общество проник, не будь таким наивным потребителем. Пойми, что там все очень непросто. И что, в общем-то, там особо тебя не ждут. Глупцу ничего не говори. Над разумной речью он только посмеется. А это другое. Там слишком для тебя хитро и сложно. А здесь слишком все просто. Не трать слов на то, что все равно не будет понято. Не сдвигай старинные межи. То есть, границы земельных участков. Не захватывай чужой земли. На поле к сиротам не вторгайся. Сироты самые несчастные люди. Вместе с вдовами за них заступиться некому. Ведь у них могучий заступник. Он и поведет их тяжбу против тебя. Думаешь, опа, вот тут очень выгодно можно получить чужую собственность. И никто не поможет. А Бог вступится за них. Сердцем обратись к поучению. И прислушайся к словам знания. Но вся книга, в общем-то, про это. И тут такие банальности иногда влезают. Не оставляй сына без внушения. Посечешь его розгой, не умрет. Ты высечешь его розгой, зато от погибели избавишь. Ой, как это не соответствует современным стандартам. Но, собственно говоря, вот здесь это розга, палка, жезл, шевет на древнееврейском. Это символ власти. Дело не столько в физических наказаниях, сколько в том, что если юношу оставить вот без этого такого наставления, направления и ограничений, то ничего хорошего от этого воспитания не получится. Ну, на буквальном уровне, да, детей нужно пороть. Я понимаю, что, конечно, сегодня это не актуально, или, скажем так, сегодня это не принято. Но точно так же здесь, в Ветхом Завете, многоженство, рабство, да, ну, некоторые вещи, скажем так, человечество переросло по мере своего развития. Ну, принцип остался, да, то есть, если совершенно не заботиться о воспитании подрастающего поколения, потом это будет не очень здорово. А вот если позаботиться, сын, если в твоем сердце мудрость, то и в моем будет радость, все во мне возликует, если будешь ты говорить верно. Да, вот радость для отца увидеть разумного сына, который на правильном пути. Пусть не завидует сердце твое грешникам, пусть всегда боится Господа, ибо наступит будущее, и твоя надежда не погибнет. Наступит будущее. Вот мы часто живем по принципу, сегодня бы прожить как-нибудь, а там увидим. А потом, в конце жизни, люди пересматривают прожитое и думают, насколько же они были неправы во многих случаях. Вот смотреть не только на сегодняшнее, но на то будущее, когда твоя надежда не погибнет, если она была, если она была в Боге, а не просто надежда на послаще поесть, помягче поспать, побольше получить всего. Слушай, сын, и становись мудрым, на верный путь направь сердце. Да, такие прямо как припевы в песне, да, вот постоянно сын, внимай, внимай, будь мудрецом. Не будь с теми, кто упивается вином, да объедается мясом, ибо пьяницы обжора обнищают, и лень тебя вырядит в лохмотье. Логично, да, все потрачено развлечения и обжорство. Слушайся отца, ведь он породил тебя, состарица мать, не презирай ее. Опять вот этот хор такой поет прямо. Банальности, но те банальности, которые, к сожалению, часто приходится напоминать. Приобретай истину и не растеряй ни мудрости, ни воспитания, ни разума. Приобретай, приобретай, но не деньги, связи, имущество, рабов, а разум, и не растеряй того, что уже имеешь. Отец праведника возликует, родители мудреца не нарадуются. Да возрадуются твои отец и мать, да возликуют твои родители. Вот, да, от чего они возликуют? От того, что ты будешь мудрый, иначе, собственно, ты их и не порадуешь. Сын, ко мне обрати свое сердце, взор к моим путям направь. К моим путям, скорее, к моему опыту. Я делюсь им с тобой, пойми, что то, что я тебе говорю, это не просто абстрактные какие-то фразы, это концентрированный опыт, и это путь, по которому можно прийти к благу. В частности, блудница, что глубокая яма, чужая жена, что узкий колодец. Она, что разбойник в засаде, умножая число преступлений. Постоянная тема, это самая чужая жена, причем такая развратница, блудница, которая ловит парней помоложе, чтобы удовольствие получить, и что это, в общем, все ведет к их гибели. А дальше, пожалуй, самая смешная юмористическая сценка во всей книге притчи. Есть несколько других, но это просто шедевр. Ну, только что был разврат с женщиной чужой, и здесь еще одна форма невоздержанности. У кого это охи да вздохи, у кого это ссоры да жалобы, у кого синяки не есть откуда, у кого муть в глазах, у тех, кто засиживается за вином, все выискивает вина пряные. Не гляди на вино, как оно олеет, как в чашу играет, да как пьется легко. Потом ведь укусит, как змея, ужалит, как гадюка. Засмотришься тогда на чужих женщин, и придут на ум превратные мысли, словно ты улегся среди моря, на верхушке мач ты улегся. Били меня, скажешь, а мне нипочем, колотили, а я не чувствовал, а уж как просплюсь, так примусь за старое. Вот действительно такой прям портрет пьяницы. Охи да вздохи, ссоры да жалобы, то есть начинается с того, что у него все плохо, а в конце у него такая бравада наоборот, а мне все нипочем, а я примусь за старое. Да, но на самом деле ему плохо. Синяки муть в глазах, и вино, которое олеет, легко пьется, приятно, оно оказывается гадюкой, оно жалит, оно вызывает галлюцинации. Засмотришься на чужих женщин, можно перевести еще странные вещи. Вот то, чего не существует, действительно допился до галлюцинаций. А вот странный образ. Улегся среди моря на верхушке мачты. Смотрите, очень трудно спать на верхушке мачты, правда, там совсем нет места. А в море еще и штормит иногда. Вот такой пьяница, которого штормит, его прямо шатает из стороны в сторону, и он ложится и падает в самом неподходящем месте на верхушке мачты, например, ну, потому что ноги уже не держит. И вот хорошо ли, это образ смешной, постыдный и очень неприятный для человека, который в этом всем оказывается. Его и бьют, и колотят. У нас тут было только что про розгу, про то, что нужно воспитывать, в том числе и такой буквальный физический смысл, выпороть хорошенько. А этого даже уже и лупить бесполезно. Уже вот все, он в бесчувственном состоянии, он уже в дрова, что называется, да, и это все возобновится. Вот это может быть самый такой яркий образ того, как человек лишился человеческого образа, и с ним уже даже и сделать ничего нельзя. Ну, а в следующей главе 30 изречений продолжится.